Продолжение следует... Его автор очень известен. Это Давид. Царь Давид написал следующий текст. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Призри, услышь меня, Господи Боже мой!» «Просвете, очи мои! Да не уснуй о сном смертном! Да не скажет враг мой, я одолел его! Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь! Я же уповаю на милость Твою! Сердце мое возрадуется о спасении Твоем! Выспою Господу, облагодетельствовавшему меня!» Это 12-й Псалом. Советую вам его прочитать. Шесть стихов, которые говорят с нами. Первая часть, второй и третий стихи — это жалобы. Ну да, иногда можно пожаловаться. Это не бунт против Бога, не обида или гнев на Бога. Это жалобы. Это слишком для меня. Как долго это будет продолжаться? И дальше его жалоба сменяется умиротворением в форме молитвы. «Господь, ответь мне! Мне нужно откровение! Просвети очи мои!» И в последней части этого текста в шестом стихе написано «Я же уповаю на милость Твою». Когда смолкла жалоба, она освободила место для молитвы, а та выросла в живую и радостную веру. Это показывает, что пришел мир. Уже после шести стихов Давид укрепился, ему стало лучшим. «Ты дал мне благо». Мне хотелось бы, чтобы эта программа принесла вам настоящее благо. Читая и перечитывая 12-й Псалон, а вы получите учение непосредственно от Господа, который очень любит вас. «Доколе, Господи?» Так произносит Давид четыре раза в своей жалобе. Он спрашивает, «Ну, доколе, Господи?» Удивительно, что в первую очередь он спросил, «Господь, доколе будешь скрывать лицо Твое от меня?» А значит, это ненормально. «Господь, мне нужно, чтобы Ты открыл мне себя». Я прочитаю вам еще раз это место. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец». Хочу кое-что уточнить, это очень важно. Мы можем чувствовать себя покинутыми в наших жизненных проблемах. Это совершенно не соответствует реальности. И это так. «Бог не может нас забыть». И Давид это отлично знал. Господь сам сказал, «Я начертал Тебя на моих ладонях. Я с вами во все дни не забуду и не покину вас». Ну и так далее. Многократно Господь утверждает, «Я буду с тобой все дни. Не сдавайся. Я не могу тебя забыть». Потому что Бог есть любовь, а любовь не может забыть. Даже волосы на нашей голове все сочтены, и это меняется. Каждый Божий день. Итак, если Бог не может забыть, почему тогда мы читаем тут такие слова, «Да коли, Господи, будешь забывать меня?» Потому что это наше ощущение, а не реальность. Мы можем чувствовать себя оставленными, брошенными, забытыми. Это чувство нас иногда дестабилизирует и беспокоит. Но Библия ясно говорит нам, что Бог нас не забывает. Ключевая идея этого текста в том, чтобы поместить нашу веру выше чувств, которые могут вводить нас в заблуждение и выводить из равновесия. Это язык нашей души, которая переживает взлеты и падения, которая охвачена суетой и волнением. Вера превыше всего. Вот почему этот замечательный текст, 12-й Псалом, заканчивается словами, которые я вам снова напомню. «Я же уповаю на милость Твою». Он находит веру, которая дает ему мир, радость и позволяет сказать, «Господь облагодетельствовал меня. Я еще не получил все ответы. Все не окончено. Враг еще атакует. Я еще не вижу пути к победе. Но Господь уже облагодетельствовал меня. Он дает мне покой. И это то, что мне так нужно». Друзья, нам с вами не всегда нужны все ответы, но нам нужен Божий мир и его присутствие. Из четырех жалоб, в начале 12-го Псалма, первые две выражают тоску и боязнь быть брошенным. Страх, что отношения с Богом нарушены. Больше нет крепкой связи. Что-то случилось, и контакт утерян. Прежде всего нужно, чтобы отношения с Богом восстановились. Дальше по тексту Давид говорит «Господи, у меня проблемы. До каких пор у меня будут заботы и тревоги? Доколе мой враг будет смеяться надо мною?» И так далее. Прежде всего, отношения с Богом должны укрепиться и основываться на вере. Потому что вера — это твердая уверенность в том, на что мы надеемся. И когда Господь облагодетельствует его, это станет демонстрацией того, что еще не видно. И вы сейчас чего-то еще не видите, но Господь являет свое присутствие. И Святой Дух передает вам откровения о Его присутствии рядом с вами. Оно вас ободрит и принесет вам мир. «Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня». Как часто мы можем петь посреди трудностей, испытаний, волнений и страхов. Мы сможем петь, потому что наша вера находится в постоянной связи с Богом. «Вера — это наша сила». Я хочу, чтобы вы по-настоящему открыли для себя 12-й псалом и всю его силу. Я вспоминаю песню, написанную молодой девушкой по имени Лорен Дейгл, и называется «Она, ты говоришь». Ее уже прослушали миллионы раз. Вот что говорится в тексте, который я вам сейчас хочу прочитать. Она обращается к Богу и говорит, «Ты говоришь, что любишь меня, но я ничего не чувствую. Ты говоришь, что я сильна, но я чувствую себя слабой. Ты говоришь, что держишь меня, но мне кажется, что я падаю. Когда я чувствую себя забытой, ты говоришь, что ты со мной. И дальше. Да, я верю. Я верю в то, что ты говоришь мне. Да, я верю и принимаю. И она добавляет дальше в этом великолепном тексте. Единственное, что имеет значение, это то, что ты думаешь обо мне. В тебе я нахожу свою ценность, я нахожу себя. Многие христиане подпишутся под этими словами. Когда наши эмоции враздраи, испытания терзают нашу душу, когда кажется, что Божье присутствие ушло, что Бога нет, на самом деле в этом мы ошибаемся. Божье Слово говорит истину. Ставьте истину выше ваших ощущений в атмосфере страданий и тьмы. Свет исходит из Божьего Слова. Этот псалом также является поощрением и призывом быть терпеливыми. Мы хотим ответы, но Бог говорит в послании к римлянам 12 главе 12 стихе. В скорби будьте терпеливы. И еще, с великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытания вашей веры производят терпение. Поэтому, братья и сестры, будьте терпеливы, просите терпения и мудрости, и говорите так же, как в 4 стихе 12 псалма. «Просвети очи мои». Другой перевод говорит «Господь, дай мне силы». И вам я тоже этого желаю, больших сил. 12-й псалом – это ваш псалом на этот день. Пусть Господь благословит вас и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok